Свою первую пресс-конференцию Алексей Русских начал с главных целей, которые сейчас стоят перед командой правительства. В первую очередь это заручиться поддержкой федерального центра. Полученные средства планируют направить на ремонт городских дорожных артерий и строительство новых, модернизацию общественного транспорта, развитие сельского хозяйства. На сегодняшний день утвержден дополнительный объем финансовой помощи из федерального бюджета Ульяновской области на 2022 год в размере 3 миллиарда рублей. Мы планируем уже 2 февраля выйти в законсобрание с поправками в наш основной документ бюджет Ульяновской области. На пресс-конференцию главы города аккредитовалось полсотни журналистов. При этом приглашены не только лояльные к власти средства массовой информации, но и оппозиционные. Фильтра вопросов не было. Как заявил Алексей Русских, диалог нужно вести со всеми, а неудобных вопросов не бывает. Министрам запрещено давать комментарии, интервью журналистам напрямую в личной беседе, минуя официальный запрос в СМИ, ответы на которые, кстати, как будто бы специально затягиваются. Когда ко мне подходили журналисты, я так все время, нет, возьмите лучше у него. Жизнь вот так вот заставила, потому что уже никуда не денешься. Седьмой созыв, избирались по одному мандатам. Тут уже хочешь не хочешь, и надо себя пиарить. А те люди, которые пришли, они тоже не были никогда публичными. Ну что сделать, потихоньку раскачегарится. Еще один наболевший вопрос озвучил журналист Симбирск-Сити Константин Толкачев. Когда в Ульяновской области отменят QR-коды? В свою очередь, Алексей Русских дал понять, что сейчас это сделать невозможно. Тем более, что обнадеживающей эпид-обстановки пока так и не наблюдается. Кроме того, клиническая картина дает предполагать, что новый штамп омикрон уже в городе. Рост числа заболевших ожидается буквально в следующие две недели. Я вообще не любитель, конечно, вот этого так называемого чипирования. Это мои коллеги называют. Ну а куда деваться? Вот представляете, когда высокий уровень заболеваемости, и медицинская наша система, она уже перестает с этим справляться. Когда переполнены больницы, когда не хватает кислорода, когда врачи на 50% сами болеют. Тем не менее, регион готов к новой волне коронавируса. Сейчас заключено два контракта на строительство трех мощных кислородных концентраторов. В скором времени область будет твердо стоять на ногах и перестанет нуждаться в сторонней помощи, чтобы ежедневно спасать человеческие жизни. Через пять лет вы видите себя в Ульяновской области? Если да, то в каком качестве? Алексей Русских на один из заключительных вопросов ответил многозначно. Хотел бы видеть, но как работа пойдет? Губернатор заявил, что главная его цель – справиться с возложенной ответственностью и изменить жизнь ульяновцев к лучшему. Всего главе региона журналисты приготовили 50 вопросов, но успели задать лишь 15. В будущем регламент планирует расширять, чтобы каждый голос был услышан. Александра Никитина, Юрий Ломатов, Управда ТВ.